Мистер Прайс, ты мистер Прайс? Нет. А кто мистер Прайс? Лай. Посмотрим, что завтра будет. Смотрите за стеной, если она хоть одно движение сделает, ебезда. Передай, передай. Передай, передай. Передай мне тот опен. Давайте в полумраке так спрячемся в каждом. Я хотел бы немного потратить маленькую сумку. Косёл, сука. Ты что, разорвал уже? Улазы меня не интересуют. Меня интересуют более какой-то другой товар. Охуенно у тебя шляпа пахнет. Чья? Блять. А че у тебя пахнет шляпа? Да шо ты зуетишь? Ты можешь успокоиться. Ты махуя нервничаю биздец. Ты чай бахнул, нет? Грибас. Попей чай, постой. Теперь бахнул. Все, а теперь выдохни, расслабься и стой. Тебе есть еще чай в этой фляжке? Да. Можете ли, пожалуйста? Можете ли, пожалуйста? Я пошутил, нету. Это был блеф. Какого пожрать есть? Значит, блеф он. Я слежу за этой стеной, сука, не двигайся. Смотрите за стеной, если она хоть одно движение сделает, это ей пизда. В стене? Да, ты видишь? Сейчас контролирую нахуй. Я в глаза смотрю прямо. Сука, только рэпнись, блять. Иначе я накормлю, блять, малышку Бетти. Товарь. И лучших на лицо и сделаешь. Она все поняла. Отлично. Звучит ужасно, я не знаю, что это пушка. Шортер, Жош, а не пла, повтори хуй на свою, блять. Подожди, она там сдувает с хриплым дыханием пыли с пола. Хуй ты, блять, сквозняк тут устроил, ебаный. Какой-то рацой заебал от клоуна, блять. Давай, пока ты приходишь себе, я поясню тебе еще, сука. Ты не двигайся, нахуй. Ты еще ударил кулаком, чтобы она знала. Ты еще промахнется. Звучит стена, это же женщина, получается-то она. Хуянь, блять. Бить женщин плохо, поэтому бить только стены. Блять. Ну, то она то и вышла. Так, тихо, тихо. Хотел. Тихо. Закройте рот, блять, ей. Ты хочешь лягнуться? Да не вытеши ты, блять. Дождь, я бы сделал. Слить, нахуй, эту кепку, блять. Я не хочу отправляться в твоей семье. Ушел и. Ларри чуть не перестрелил старушку. Блять. А. Ларри, деньги. Ларри. Деньги, говорю, давай сюда обратно. Вот, держи. Угу. Я представился своим этим, именем и фамилии, которые у меня были еще там в особняке от Томаса Брауна. Угу. Она скажет, что никаких Томасов Брауна здесь нет, только Джозеф есть. Здесь есть Джозеф? Я, я так поняла, у них там какой-то элитный клуб, пускай туда только по членству. И у нее была книга, в которой был список фамилий. Ну, почему не сказали, что у Джозефа? Надо сблизить его. У нас тут несколько членств. Ну, потому что Ларри туповат. Мне кажется, Ларри не в членстве. Я хотел только из этой суки всадить пулю и вытащить из нее информацию. Разорвать ее, короче. Если вы хотели узнать у женщины информацию, я думаю, вам стоило кого-то более хитрого туда травить, а не Ларри. Да, простите, пожалуйста, мистер Ларри. Кто у нас тут хитрый сук? Я пойду устроюсь, короче, на работу. Давайте отойдем от лавки, а то на нас уже косятся все. Давайте сядем где-нибудь. Во, там, слева. Спокойно обсудим, да, давайте. Как раз? У вас в перевод пошли. Нет, это не про нас. Книга скоростной ленты. Там есть дворик. Прямо. Стажировку можно пройдет. Ты, у вас, судьбы, стренька. Ну и что тут стоишь, я не могу понять. Ты, что садишь за нами или что? Проверяй членство. Так, отлично. хорошее место чтобы обсудить это все соответственно лари у нас хотел опиума и опиума не дали лари психанул и теперь женщина не хочет никуда пускать верно и говорила вы член клуба член клуба вы член тихо-тихо-тихо нет 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 лари да ёбаныш ты успокоиться и что-то спится на помойку блять психовать и даже нормальный человек молоди часа точно для нас рубил просто это в моем брата потом пришел нас слушать просто не понял привет я уличный фокус нахер вам бег лучше с прохода немного такие что не может от всех перебудили тут не очень благополучный район судя по всему я считаю что это простильный район молодец что он сказал когда спросила член клуба или то что сказал что он очень долго не мог ей сказать прямым текстом что он хочет и она не понимала что он хочет потом он спросил про опиум она спросила член клуба пытался дать ей взятку она была настойчиво говорила чтоб он сказал ей фамилию потом достала какую-то книгу что за книга я честно говоря не знаю но когда лари сказал фамилию она начала смотреть по книге и он представился как томас браун она сказала что нет никакого в списке томаса брауна есть плюс утром книга членов клуба значит получается что происходит а сука я думаю джим ты можешь туда теперь сходить представишься братом томаса якобы и что делать джосеф браун уже зашел туда выкрасть книгу посмотреть какие там имена есть такая какой смысл и ведь мы уже знали что имя джосеф брауна там есть да значит он уже представить а у нас только такой есть вариант значит нужно ждать когда он выйдет оттуда не зайдет нам не обязательно заходить нужно знать кто как он выглядит вообще джосеф браун вы узнаете людей которые тут будут выходить или нет так я думаю если мы хотим узнать как он выглядит может где я газеты за то время где они поймали какую-то девку мелкую связали и сейчас хотят что-то сделать прошу меня просить молодежь нам нужно почему ее связали пусть напишется что вы делаете с ребенком отпустите меня я просто бежала я вообще-то в этом дворе здесь недалеко живу а вы меня тут жаль и ночам бегаешь глупая потому что я ребенок хочу когда бегу опасно бегать по ночам по переулкам так развяжите опасно у себя дома бегать по ночам у себя во дворе и вы все умные лари эти напоминаю что мы смиряетесь тут ходите туда-сюда я же вами следила я с вами смотрела а я с вами смотрела а я с вами сли пизда ну вот умник я сказал почему меня никогда никто не слушает что что она джим я вырос на этих улицах я знаю вылечу дать собраду смотрел на журоку долба ёбы мелоди не член нашей банды ты достаешь нужно говорить что ты кого-то приезжаешь это плохо лари при ней короче что вот эта мелочь охотно продаст любую информацию кому-нибудь кто за нее хорошо заплатит нас уже есть информация что же в браун на ютиле со членом клуба в этого места что нам еще разным про другую про эту мелочь ты хочешь у нас еще проблемы появились антони помимо законников ничего кто и поверит ты чего ты как-то поверит маленькие девчонки в том лишь проблема что таким и как раз это распространять все эти информации эти маленькие пожарные дети что нам скажет скажите что наверно смотри она сто процентов наверно следила за нами от рынка значит что мы интересовались каким-то боком касаемо антикварные ла кто-то интересовался опиумным притоном что дальше ну знаешь вот все урок звезды и тут это сами на видишь сзади такая вот вижу вот его так а дорогого вышел легонечко потом просто пальчиком так пух и все он сделать бах вот и все так ты работает жарко думать просто пипец джим да ты видишь там углу потом попробовать не даваю да пусть отдыхает спрятался господа не знаю что делать я шоу нас хлоуны в кументе либо ждать когда он задел 3 увидит прошу поднять газеты как были объявления о том там писали что жена мы узнали что есть какая-то странная эта книга этих подонков нужно каким-то образом там оказаться нет сказал она сказала нам говорила так экономка с которым мы говорили что когда жена погибла этого джозефа о них писали в газетах что странным образом погибла его жена и скорее всего и были их фотографии нам нужно найти фотографии в газетях этого джозефа брауна и стоять около этого выхода и смотреть как он чтобы его уже схватить я не знаю как он выглядит но я понял хорошо но мы все равно не будем знать где он находится поэтому придется через шлюху ходить на нем зачем нам эти газеты это лично знаем что потому что мы не знаем как он выглядит ты знаешь как он выглядит не никто не знает и так понял мелоди без ребенка она плохо его запомнит как сам по-любому нужно будет узнать как он выглядит допустим конечно либо вы пойти туда и оказаться в этом месте чтобы вот она прям в пристале на него смотрела то мне кажется люди в таких позах и в такие все голые что вы все на одно лицо на на яйцо возможно так хорошо на что нужно найти эту падлу как он выиграл хоть за эти потом короче пойти по шлюхэнцем и все да да а причем сразу просто не пойти познакомиться машину было встретили а может не встретили бы может быть давать дихину вот там нас руку смотрели как снова в на рынке на рынке же нету этих шлюхинский хаос то есть ты хочешь зайти в адекватный магазин и погоди у нас есть у нас есть эти статутки о слышишь да наконец-таки они пригодятся до того я сейчас надо съесть будет мне домой найти взять эти страны штатутки и одеться как пролочника и приезжаешь сюда да вот он нужен чей-то только до этого до моего возьми он рядом пойдем про это где все это дождем прошу меня простить мистер прайс он иногда бывает с пыльчивым молодым человеком то что на захват ножом это ну то есть он никого не убивает он на ногами сидит ему он нервничает иногда слишком я заметил он в последнее время вел себя очень странно да да пытаемся его приучить вот надеюсь если стану шерифом найдем ему дело чтобы он забыл про эту гадость жалко его он человек-то вроде хороший да актер я хотел бы чтобы он работал все таки актером по своей специальности и уже не не было у него беды с такими вот болезнями так пойду сюда что домик в этом все живы все нормально есть правда хочется один римас римас и поехал за вещицами которые у него есть из англии сатетки помнишь он привез сейчас оденется прилично приедет сюда и скажет что у него тут есть вот это вот все и назовется джозефом брауном хотя называться джозефом брауном надо ли пусть короче нам нужны газеты а нужны газеты за период когда погибла это жена джозефа слишком давно это было видимо где-нибудь в архивов наверное если не джинни так что там с девчонкой она начала переулок забежала полезу на самую высокую крышу я полезу за ней потом она начала резко спускаться я начала за ней спускаться а переулок был очень темный я не пила на правый на лево побежала и тела и короче убежала очень долго за ней очень боялась что она к этим начнутся запекать сквозь книга она сука ничего она не слышала господь одни обязательно слышать можно просто увидеть мы можем ее караулить пока мы ждем римуса давайте поищем может быть газет какие-нибудь можешь по коробке попробовать здесь есть какая-нибудь библиотека лари лари да здесь библиотека где-нибудь в центре города должна быть в архивах в архиве с принято центре города может быть давайте съедем можно быть в той же мэрии баллы сколько может быть кстати большие ты уже все тоже еды еды не пахнет у вас ни у кого сейчас нужно отказаться поесть почему с инвини ни хрена не продается не понимаете у этой же управляющим могут остаться газеты если на это она так помнит она так это и дрожит этим управляющие батареи лифтом да а типа что мы там сыщики пытаемся раскопать старое дерьмо и нам нужны газеты забываем и мы сказали что джинни пишет книгу и вот если мы скажем что мы хотим приложить настоящую статью там вот выписать чтобы это было как возможно кстати опять толпой туда хотите просто развлекаться я понять не могу пить воду пить хочу джинни можно опять наведаться к этой старухе миссис мур спросите если у него газеты со статьей о том что его жена погибла и может быть фотографии есть этих людей что ты описала красочно вот этих людей и вот это все можно дать не значил как я отчета у меня игра зависла просто ты мысли свои придержи да мы тебя слышим больше не был плоховато немного а он не поспи стринат ты берешь гиджи гиджи вон стоит в пиле джинни и со мной если хочешь пить я кушать еще хочу я бы тоже подел подел понравится тоже джинсона варь маленькая серьезно чё нам сдалась мелкая она начала так можно было спокойно поговорить и на связали и начала я не вязала и от связала и лари я говорю хорошо а потом я развязала и она такая начало есть господа да и нет пара никому песен броды я жили она сейчас полно выпили набирай кошечка котик застрял нашел котиков на меня начать привет котик и просто интересно сегодня с действием это джозеф или его нет просто может быть мы зря все стоим здесь ждем все это не факт что он вообще там бывает может быть членом клуба но ним там давно не появлялся хотя больше других зацепок у нас нет давайте тогда завтра этим займемся вот если это был бы другой разговор действительно к больше смотри проход создан чтобы проходить сквозь стены понимаешь я думал ты проедет ну можно и этот цель это уж как удобно на мелоди вы можете ехать мы сейчас подождем римуса и точно вам не очень ехать может тогда кто на лошади на коне отвезет мэрой лари отвези на повозке молоди врус пожалуйста мистер прайс кто мистер прайс вам же тоже повозку нужно будет сдавать кто я мистер прайс ты мистер прайс нет а кто мистер прайс я молоди детьми мистер прайс ну как ты хочешь пригодится давай еды куплю а где римус уехался красивой одежды с татуэтками что на сегодня у нас это ничего не будет колонку нашли здесь жалко что берем сейчас поедет туда-обратно тем более он на моем коне на нас к ним только один и у джинни у меня только хотя можем а зло их взять кстати а мой бой не порту можем парик с этим можем это и мой тоже можем сесть на коне и поехать на встречу к римусу а если разменяетесь ну я думаю по одной дороге поедет из дома хотя ну да вы можете ехать я подожду его да ладно подседайте пойдемте в то место вы думаете мы его сегодня все таки достану за а чего ларь идет молодец и дуглас начал на нашей телеге или это по ходу второе потому что он уехал на моей лошади нахуете пришел высказать может нужно было просто ну ладно что там логоса ты своей одеждой а вот и вон только почему-то не на моей лошади римус где моя лошадь получилось так что знаешь моя лошадь оказалась в раут чтоб пришлось туда ехать а там продеваться не очень был поэтому я всю лошадь взял Какие мая еще в раут да да короче да и у нас проблемная потом об этом расхожу какие так значит сейчас ты такой красивый да жим ты классный да нет ты красивый не очень сейчас римус ты можешь сейчас зайти куда Надо бы просто, знаете, попасть туда, и чтобы узнать, вообще бывает этот Джозеф там или нет. Если он там не бывает, он очень насрать туда на это место. Так, ну что, на антикорр? Да. Я взял то, что нам нужно. Каким предлогом туда приходить, рассказывать? Скажи мне. Что ты хочешь продать? Нет, скажи, что ты... Нет, тебе же нет, ты же не член клуба. Так вот давай я куплю членство в клубе. Скажу, вот, цветки, бери. Но при этом запиши меня туда, в хадуп. Давай сначала попробуешь представить за Джозефом этим. Если она смотрит по списку, значит, она не знает их всех в лицо. Говорит, что ты Джозеф Браун. Так, ну ставка высока, понимаешь? Если я не Джозеф Браун, то у меня даже пути отходов нет. Если ты не Джозеф Браун, ты говоришь, а вот эти две статуэтки... Говорят, что я Джозеф Браун. Хорошо, подкупи ее. Хорошо. А если не подкупишься, купи ей членство. Скажи, да, хорошо, и Джозеф Браун, и я так... Римус, как-то там тебя. И... Хотел бы купить членство, вот все. Брян, можешь по очереди попробуем. Сначала один попробуй купить членство, потом другой скажет, что он Джозеф Браун, и так вот. Посмотри на нас, мы все как помятые чмошники. Ну, кроме меня. А ты Джозеф Браун? Похоже. Да, мне кажется, очень. Короче, говоришь, что о Джозе? Давай так, давай рискнем. Охереть, ты думаешь, она меня не узнает, что ли, о себе Джозеф? Ну, а если она сейчас спрашивала и искала имя у этого Ларри? Ну, всегда, да, я фонапаль, боум, нужно помнить. Да, ну, это шиш какая-то в этом городе, бих. И мне кажется, она тоже помнит. Пускай тогда он реально сразу просто захочет стать членом клуба, вот, и предложит статуэтки, чтобы не рисковать. Так хотя бы взять фото. Давай так, слушай, я скажу так, у меня знакомый есть, Джозе Браун. Джозеф Браун. Он, короче, у вас в списке, он сказал членству, говорит, чтобы встать, нужно пронести что-то это. Он за меня ручается, скажешь, что он за меня ручается, будешь идти типа того. Можешь вас не дарутся? А, давайте. Так погоди, зачем, она же нам нужна. Ну, она уже хочет спать. Да, я отвезу ее до Роудса, например, лошади. А, ну ладно. Нет, стой, на моей лошади напасть. Так, ну что, пробуем? Да, да, скажи, что у тебя твой друг Джозеф Браун сказал, что можно обратиться и приобрести членство. Даю же вот эти вот две золотые и вонючие статуэтки. Ладно, векрин и там, да? Да. У меня, конечно, был этот костюм якобы парадный, но он остался на лошади. То же самое. Да. Помните дело с кораблем? Но. Да. Я примерно так же устал. Я не знаю, мы ничего не делали, но я как будто вот... Ну, там мы нервничали много. Здесь? Ну, мы работаем за стойки, или можешь сказать вообще, что мы делаем вообще, зачем мы это делаем? Я вот сейчас хорошо, вопрос ты мне задала. Мы работаем сейчас за спасибо, я так понимаю. Ну, у нее есть на стойки, которые хорошо приводят в чувства и прочее. Она их варит. Короче, грубо говоря... Грубо говоря, он хочет медик, а он заполучить. Ну, примерно так. А еще... У нее отец богатый. Посмотрю, что можно с него поймать. Отец богатый, детсенат. Тебе это баба сказала, что он... Все, он ушел. Потрясся. Она что-то и пьет, и покупает опиум. Ларри прям. Да. Ларри же не богат? Ну, мы знаем, откуда Ларри берет деньги. О, а вдруг нет. Часто пропадает. Ну, да. Тем не менее, давайте мы... Сделаем этот момент. У нас будет человек, который нам будет... Как сказать? Понимаешь, мне не нравится то, что думаем только мы. Она просто ходит, и все, как бы. А что она еще... А что она может... Думать хотя бы. Если она просто ходит, как этот... Груст, то почему она не думает, нафиг на... Мы еще делаем. Куда побеги, то узнай, то сделай, эту побеги. Так, услуга за услугу. Она бы нам пожизненно должна быть. Она так и сказала. Что если мы и поможем... Да, что неограниченный запас настойок. Ну, а когда она сдохнет, что будем делать? Надеюсь, она кого-то и научит. Она кого-то учила делать это настойки. Там, например, мы не умеем работать тихо практически. Мы любим работать так. Вломились, победили, там все такое. А тут мы просто стоим, ни хрена не делаем. И бегаем иногда. Вообще, я надеялся, что она кажется в этом доме, и мы найдем дом, она его видит, и мы его свяжем. Сейчас эта баба примет его и скажет. Там есть где-то пацаны не потайной туннель. Туда идите, короче, найдите у него вход. Он, короче, находится под золотистым конем с одним желтым копытом, блин. Да нет, за шкафом. Я просто суматься иду, если что-то после этого надо будет делать, его здесь не будет, честно. Если будет за шкафом, я, как выразуется, американцы, охуею. Да я тебе говори, говорю, я тебе руку просунула, там ничего нет, там стена. Хотя, может, там просто... Может, там узкий проход. Да, вот она руку просунула, и взяли, пожале ее. Никто не пожал. Хочешь пожать мне руку? Зачем? Ты же не за шкафом. Ну да. Вот будешь за шкафом, вот пожму тебя. Давай засунем меня за шкаф, вот мне руку, пожалуйста. Хо-хо! Ну давай, показывай мне ближайший шкаф. Вот, ты. Нет, это скорее твой брат. Ну, неважно, я встану за шкаф, и ты мне через него пожмешь руку. Именно. Это так дети делаются, да? Ну, думаете, это сегодня сделаться, или это можно как-то перенести? Ну, потом он внутри просто оказывается. Понять, у нас получится купить членство. И в жучке лежит такой, здорово, я твой сын или дочь. Короче, сейчас решаем, как... Если можно попасть уже, завтра мы попадаем. Ага. Если нет, так нет. Какие у нас титанические-то планы сегодня были, ух! Да. Ебёмся с одним и тем же на протяжении, сколько уже, пары дней, да? Да. Я исчезну, утомилась. Да ладно, а мы типа тут это полны бодрости и сил. Продолжать вот это. Ну и все умник. Потом в какой-то подворотне нашли халявные бутылочки с виски. Да, только саньё редкостно, но... О, идёт. Так может, это была Санина? Нет. Нет, нет. Нет, это... Да, это Рибус. Какой красавчик в этом... Ну что, ты теперь член? Да нет, короче... Короче, что-то никого там нету. Бл***. Я всё ждал, ждал, она, кажется, ушла куда-то. Поехали домой. Сначала в порт. Да, с нашими. Было бы на чём. Да. Да у нас две лошади есть, мы двоих можем забрать, потом вернуться за другими. Рибус забрал мою лошадь, а Ларе забрал лошадь Рибус. Короче, следующую работу берём только те, ту, которые можно вырваться, убивать, стрелять и забирать всё. Как вчера. Я не понимаю, мы сейчас будем это... Если после этого, или этого мы не добьёмся, и ни хера после этого тупик, да? То я, извини за выражение, ебало рот так работать? А если после этого нужно будет реально искать золотого цыплёнка и в нём золотую курицу, не знаю, внутрь него? Не, мы скажем ей, чтобы она уже дальше сама разбиралась. Мы тратим время своё, мы могли бы сейчас уже съездить в Ванхорн, получить какую-нибудь работу или садим. Просто мы не для этого созданы, мы не для этого собраны. Конечно. У нас золотого, да, там все остальные спали, то пожалуйста. Да, да. Нет, я действительно думал, что мы сейчас будем к дому придём и как-то разберёмся с этим. Но, видишь, наркоман-отец, горе в семье и горе нам. Посмотрим, что завтра будет. Не знаю, стоит ли столько внимания эта женщина. Просто, знаешь, я видел, как она этими настойками привела в чувство и Ларри, и Дугля. Точнее, Римуса, когда мы были в отеле. Когда вот мы и не дрались. Я тебе говорю её запугать, и она нам будет хоть бесплатно ей давать. Запугать не хотелось бы. Я тебе просто говорю, что эти настойки, если нужно, можно достать легко. Но если это будет таким способом, что мы будем себе делать мозги, и нихера из этого не получать, это такое себе. Самое обидное, что мы потратили на это около трёх часов, находимся ещё, ну, последнего, три часа вот эти вот ждём ещё. Ну, да, да. И несколько суток уже в этом городе находимся, это ужас просто. Мне уже ноги, они не мили, я хочу купаться. Я гранялась за ребёнком, мать его, через эти все, через всех законников пробегая. Ну, в законе, ребёнок, пусть, надеюсь, она где-нибудь подвернёт себя на ногу. Тварь. Ну, тут у меня. Тварь. Тварь приехала уже, ничего себе. Ты страна. Ну, так надо. Надеюсь, он не убил её и не прирезал по дороге. Тварь. Поехали. Ну, ты всё ещё. На самом деле у меня лучше, будет-ся чёрный? На самом деле ты до сихрёв-ся. Тварь.